Вкладывают на Кубани и в дороги. В столице региона началась масштабная реконструкция, которая требовалась уже давно. Садовый мост ждет новая жизнь. Еще 2-3 года, говорят специалисты, ездить по нему стало бы опасно. После окончания ремонта сооружение будет не узнать, уверяют строители. Сейчас движение разрешено только по одной стороне путепровода. Там организовано реверсивное движение. На другой во всю идут работы. Как изменится одна из главных артерий Краснодара, выяснила Тамара Симонова. На месте старых проржавевших перил поставят новое ограждение. Пешеходные дорожки выложат плиткой, а вместо развалившихся бордюров появятся новые, в несколько раз прочнее. Внешний вид моста только часть глобальной реконструкции. На данный момент задача рабочих демонтировать мост практически до основания. От садового останется только скелет, основа конструкции. Все остальное заменят. Рабочим предстоит отремонтировать швы между балками, и уложить новый асфальт. В итоге будет сделано больше 500 метров путепровода и прилегающих к нему дорог. Новый мост по своим параметрам не будет отличаться от старого. Три полосы в одну сторону, три в другую. Плюс пешеходные зоны. Изменения коснутся трамвайных путей. Между ними появятся столбы с контактным проводом. Сейчас растяжки идут с боковых. Также, по мнению рабочих, трамваи будут ходить намного тише. А все благодаря новым рельсам. Сейчас на месте трудятся всего 50 специалистов. В сентябре с началом второго этапа реконструкции их количество увеличится втрое. Путепровод полностью закроют для транспорта. Но, как обещают подрядчики, восстановить движение постараются максимально быстро. Через два месяца мы восстановим трамвайные пути, еще разу контактные линии, движение трамваев пойдет. И к концу года 2017-го мы по этой полосе, на которой стоим, пустим движение также реверсивное для автотранспорта. Финальный этап ремонта стартует в январе 2018-го. Рабочие возьмутся за реконструкцию второй части сооружения. Открыть новый мост полностью планируют следующим летом. Ну а пока автолюбителям придется потерпеть. Существует только два способа миновать путепровод. Один из них по улицам Красной, Офицерской, Колхозной и 40 лет Победы. Другой маршрут через Северную, Школьную, Филатово и Передовую. Далее по Спортивной Кмопор или через Ипподромную Первомайскую к улице Российской. После реконструкции, уверяют строители, ремонт мосту понадобится не раньше, чем через 40 лет.